Друзья, в магазине Александр Ховрина имеется интересный экспонат, можно сказать старинный эхолот. И я твердо намерен поехать к ним и выпросить его на обзор. Заодно проведу экскурсию для тех, кто еще там ни разу не был. В общем, поехали. Итак, мы на месте. Если вы впервые в Александр Ховрина, не удивляйтесь тому, что каждый квадратный сантиметр занят товарами первой водомоторной необходимости. Мало того, значительная часть позиций расположена на складе по причине нехватки места в торговом зале. От такого изобилия голова кругом идет. В зале вам всегда помогут специалисты, имеющие, помимо прочего, свой собственный рыболовный опыт. А для тех, кто не может посетить магазин лично, проконсультирует письменно или по телефону. Вот что мне особенно нравится в магазине, так это то, что в зале вы всегда можете попросить включить несколько устройств для ознакомления одновременно, чтобы разрешить муки выбора, как это нередко случается. А вот и наша цель. После непродолжительных, но жарких уговоров и увечеваний, к счастью, удалось выпросить старичка на обзор. Итак, друзья, мы в студии и давайте поближе познакомимся с аппаратом давно ушедших времен, что помимо удовлетворения праздного любопытства, поможет нам разобраться, куда же катится наш прогресс и улучшить наше понимание, как работают современные эхолокационные системы. Перед нами аппарат от компании Honda Electronics. Да, именно так за последние 30 лет на рынке рыбопоискового оборудования произошла масса перемен. Ладно, модель HE812 – это один из первых в мире приборов, реализующих боковое сканирование посредством технологий того времени. Прибор предположительно 80 лохматого года, точнее установить не получилось. К сожалению, никакого мануала или описания прибора найти не удалось. Поэтому большая просьба, если вам попадутся материалы по данному динозавру, пожалуйста, поделитесь с нами в нашей телеграм-группе, ссылку на группу оставлю в описании. Давайте его включим. Включаем. Прогревается кинескоп. Блин, как прикольно. Так. И мы наблюдаем, как активировался датчик и пошла юстировка начального положения шагового мотора. Что из себя представляет датчик? По сути, это полиэтиленовая колба, внутри которой в жидком гидрофобном геле расположен шаговый мотор, вращающий головку пьезоэлектрического излучателя. Насколько я понимаю, данный пьезоэлектрический элемент по совместительству является сенсором. Мотор вращает головку сенсора по радиусу с углом от 30 до 120 градусов на манер радара. Только у последнего зона охвата 360 градусов. На боку датчика имеется стрелочка, указывающая направление движения судна. Насколько я понимаю, датчик в сборе необходимо вмонтировать в днище судна и все это крепится вот такой вот мощной гайкой. Ух, моща. Видимо, это для крупных судов. Теперь посмотрим, что у нас на экране. На экране мы наблюдаем конус с результатами построчного сканирования, как на радаре. Наблюдаем движение датчика слева направо. Теперь давайте посмотрим элементы управления. Регулировка яркости экрана. Чудесно. Клавиши, устанавливающие глубину. Значит, насколько я понял, этими клавишами мы можем ограничить датчик от 5 до 100 метров глубины. Так, вот у нас максимальная. Следующий элемент управления — усиление. По сути, это выбор частоты. Вот здесь справа мы видим частоту. Несколько у нас вариантов выбора. Затем кнопка установки угла ширины луча — 30 градусов, обозреваем 60, 90 и 120. И теперь снова 30. Следующий элемент управления можно сопоставить с современным выбором правого или левого луча. Вот, посмотрите, правый луч, левый и, соответственно, посередине. Так, давайте сделаем его пошире. Вот так. О, 120 градусов. И последняя кнопка — пауза, нажимая которую, появляется на экране сетка, исходя из которой мы можем сориентироваться по расстоянию и размеру обнаруженного объекта на дне или в толще воды. Давайте отпустим его. Итак, в отличие от современных представлений о боковом сканировании, этот прибор показывает срез толще воды, а не плоскость дна, как мы уже к этому привыкли. Связано это прежде всего с тем, что в те далекие времена системы спутникового позиционирования были не настолько точны, как современные. Более того, достаточно приемлемую точность для гражданского сектора военные уступили лишь в 2000-х годах. Но в целом этот прибор для тех времен был достаточно интересным. Учитывая, что других альтернатив, собственно, особо и не было. А теперь давайте заглянем ему, что называется, под капот. Открываем. Так, что мы наблюдаем? Кинескоп, кроссплату монитора, блок питания, ну тут все понятно, коммутационный модуль и плату компьютера на базе процессора HD63 C03YP, производство Hitachi, Япония. ПЗУ от Fujitsu MBM27C128-25, объемом аж 128 килобит, то есть всего 16 килобайт. Теперь только представьте, как в те далекие времена под невообразимым малый объем по сегодняшним меркам умудрялись писать грамотный софт. Для тех, кто не смотрел выпуск, где я разбираю эхолоты Лоуренс, оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли сами сопоставить во сколько тысяч раз выросла производительность и ресурсы современных эхолотов. Что ж, это действительно впечатляет. Друзья, если вам интересно провести испытание этого прибора непосредственно на воде и сравнить его с современными эхолотами, то поддержите данный ролик лайком, а лучше напишите об этом в комментариях и в нашей телеграм-группе. А я напоминаю, что данный коллекционный аппарат вы всегда можете увидеть и даже потрогать руками в торговом зале магазина Александр Ховрина. Кстати, если вам зайдет эта рубрика и у вас завалялся, ну по каким-то причинам дедушкин прибор, присылайте его к нам на обзор, с удовольствием рассмотрим аппараты лохматых годов. А теперь обязательно подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научат. Пока! Да, так потертенький он у нас. Жалко даже возвращать его. Ну что поделать, завтра отвезем. Давай питомца себе оставь. Нельзя чурое. Ладно.